Просто А, Б, С. Три разъёма. Там проводки, да? Да. Погрузившись в виртуальную реальность, ребята пробуют обезвредить бомбу. Нет, это не юные сапёры, а одарённые талантливые школьники пытаются справиться с задачей. Среди них и Евгений Чернацкий, который учится в 10-м классе Зеленогорского лицея. Он уже выиграл несколько школьных олимпиад российского уровня и даже получил специальный приз госкорпорации «Роскосмос». В будущем ещё не определился, кем хочет стать, но планирует связать жизнь с естественными науками. В астрономии мне никогда ничего резко не угаснет. Также мне интересна информатика, мне меньше математика интересна. Ну, в общем, все эти естественные технические науки. В 11-й классе самое главное начинается, что начинают присматриваться вузы к тебе. Ещё и надо участвовать в вузовских олимпиадах, чтобы к вас пройти. Ну, это будет очень важный этап. В знаменательный для школьников день в подарок им устроили не только развлекательную, но и познавательную, и полезную программу. В детском технопарке они могут применить полученные знания на практике. У каждого из награждённых школьников большой список достижений. Так, например, второе место на всероссийском конкурсе «Интеллект-экспресс» победит ли в номинации на 11-й открытой международной научно-исследовательской конференции, лауреат первой степени на всероссийском заочном конкурсе «Шаги в науку». И так можно продолжать дальше. Это лишь малая часть достижений семиклассника из Зеленогорска. Такому списку могут позавидовать многие профессора. Для всех ребят сегодня особенный день, ведь им вручают краевые именные стипендии. Каждый год 35 одарённых школьников со всего края получают такую награду. Как правило, это ученики 8-11 классов. Но есть и талантливые ребята даже из 5-х классов. Каждый добился высоких результатов в различных сферах. И теперь их поздравляет заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов. Мне бы хотелось пожелать вам творческих побед, достижения новых целей. И не забывайте, что вы являетесь не только гордостью всего Красноярского края, но и надеждой всей нашей большой России. Победителей конкурса определяет специальная комиссия. В 2017 году на участие было подано около 200 заявок со всего края. Есть показатели определенные, но фактически своим трудом школьники добиваются таких результатов в результате участия либо в предметных олимпиадах, при этом предметных олимпиадах всероссийского уровня, либо в творческих конкурсах, даже в мировых конкурсах, в которых принимают участие школьники, и в спортивных достижениях. Теперь все эти талантливые школьники в течение года будут получать стипендии в размере полутора тысяч рублей в месяц. Возможно, в будущем они станут победителями в более серьезных конкурсах и еще прославят наш край в научной, творческой и спортивной сферах. Ярослав Цымбал, Денис Сыров, Новости.